всех приветствую начиная обзор очередной светодиодной лампы philips 3 ватта серии эссенциал заявленная мощность 3 ватта срок служит 10 лет по отношению к лампе накаливания 20 ватт то есть свет это как 20 ваттная лампа накаливания у меня такой нет есть сороковка ну латером соответственно сравняем посмотрим очень поставляет такой упаковочке цвету белого 200 люмен предыдущий три с половиной вы видели там 360 люмен по-моему что ли было тут что-то намного меньше так поставляется на такой коробочке что самое главное что она маленькая давайте посмотрим что у нас это представляет да действительно маленькая так корпус матовый написано 3 ватта 3000 кельвин 200 люмен 28 миллиампер потребления 220 весов вольт напряжения модель чан вот такая маленькая давайте посмотрим сколько она у нас весит весь конечно немного на для такой мощности хватит так весит она у нас 20 27 грамм почти но это принципе неплохо проверим 27 грамм есть она принципе нормально такой массы нормально некоторые даже 8 ватт на это даже меньше весит так ну давайте сейчас посмотрим размерчики размеры производительные указывает как всегда philips почему-то не знаю почему так размер у нее небольшие 70 ну 77 миллиметров 77 миллиметров в длину и диаметре максимально 45 миллиметров ну 45 мм принципе 77 на 45 принципе лампочка небольшая вот то которого предыдущая показана по моему 102 миллиметра имеет длину так ну давайте посмотрим как она у нас светится выключательность не имеющий подсветку так включаем соответственно наше хозяйство так как ни странно лампа не подсвечивает даже удивительно не светится даже что мне удивило обычно лампы светились philips а тут это не подсвечивает так видите так смотрим сколько нас потребляет 3,1 ватта производить не обманул это хорошо так посмотрим мерцает ли она у нас на камеру мобильного телефона мерцания пока нет напряжение 216 вольт давайте я пониже напряжение напряжение 180 179 вольт мощь под не упала пульсации нет импульса драйвер здесь точно не так напряжение еще снизил 152 вольта мощность осталась прежней 137 вольт мощность не упала то есть драйвер здесь точно пульсации нет то есть действительно ламп хорошие даже напряжение 113 вольта пульсации нету то есть короче лампа действительно имеет очень хороший импульс и драйвер даже при таком напряжении она у нас включается выключается давайте сейчас опять подключим так теперь нам надо посмотреть какой я все она у нас светит для этого я беру люкс метр так ставлю люксы включая у нас соответственно подсветку так сейчас пока у меня горит основное освещение сейчас я выключу основное освещение вкручу нашу лампочку потом включу 40 ватную лампу накаливание так выкручиваем нашу лампочку и ставим соответственно светильник 14 люкс имеет у наша светодиодная лампа так видно не видно 14 люкс в общем я надеюсь видно так сейчас я сделаю переключение для того чтобы лампом поменять соответственно светильник так беру сейчас лампу накаливания и соответственно выставляю 14 люкс и посмотрим как она будет светить по отношению к лампу накаливания сколько она будет потреблять при свечении 14 люкс это будет у нас есть потребляемая мощность так сейчас это пока 42 ватта 22 люкса надо уменьшить до 14 35 ватт то есть первоначальное свечение это лампы как примерно 35 ватт на ламп накаливание то есть не 20 ватт а 35 ватт реально это очень для такой мощности это очень хорошо реально тут новый энергоэффективный светодиодов то есть получается первоначально светильник 35 ватт на ламп накаливания сейчас я поставлю на полчаса и посмотрим как она нагреется на ощупь посмотрю приблизительно сильно не сильно как с предыдущей версии она холодная была там 35 градусов это не знаю как нагреется и посмотрим как насколько упадет яркость давайте посмотрим итак прошло полчаса корпус лампы нагрелся температура где-то 35-38 градусов это очень мало ну упал где-то где-то люкса на полтора всего яркость освещения то есть минимальное эквивалент свечение которое соответственно у нас тянет эта лампочка ну 33 ватта лампа накаливания ну принципе в любом случае 20 ватт ну соответственно она ярче 20 ватт корпус слабо нагрелся здесь действительно применены света более высокая качество светодиода тут плохо видно потому что под углом находится ну и видно 12 равно чутка и так мощь потребления не уменьшить не уменьшилась нисколько 3 ватта как видите напряжение питания 226 вольт в принципе лампа хорошая имеет качественный драйвер не мерцает на камере мобильного телефона и соответственно как ни странно не подсвечивая выключатель меч подсветку может быть у меня просто подсветка не так много потребляет тем не менее результат вы видите на экране это очень мало для такой лампочки лампочку я рекомендую применять в тех вот этих тяжелых режимах то есть в длительном свечении может качестве подсветки греется на слабо то есть надежность у нее я считаю довольно высокая потому что нагрев светодиодов не превышает если там ну 55 градусов я думаю не выше для светодиодов это идеальные условия для работы то есть действительно сейчас выпускается высокоэффективные светодиоды которые греется меньше светит ярче при такой мощности яркостью 3 3 ваттная лампа на связь светит максимум ну в лучшем случае 25 ватт на ламп накаливание а это уже почти 35 ламп 35 пачева ламп накаливание явно выше то есть нынешние светодиоды по энергоэффективности примерно в полтора раза выше чем предыдущие соответственно полтора раза они меньше греются и соответственно поэтому лампы сейчас более холодные но это имеется профиль с этой серии социал других производителей естественно опять же старые старые светодиоды разумеется которые жутко греются делайте выводы теперь пару тестов последних тест на с трехпроводный датчик движения включены по двухпроводному специальным схемам включения и тест на полу волну и так датчик движения я выбрал электростандарт снс м01 который я много раз на своем канале показывал у нас трехпроводный соответственно будем подключать и по двухпроводному специализируемой схеме включения если эта лампа работает то значит она совместима с этим датчиком движения подключится по специализированной двухпроводной схеме но работа она скорее всего будет ну давайте давайте убедимся так для начала надо сначала нас идет установить на клеммы l нулевое и n беру диодик новый так ставим вот у нас клемма и l нулевое вот она и n наш крайний так анод ставим на или нулевое судя по схеме кроме кроме вывода диода на л нулевое мы больше ничего не подключаем такой вот диод ставим ну и соответственно ставим клеммы n еще подключить надо один провод проводки а клеммы l другой провод проводки не выключатель так давайте ремонтируем наш подключатель и поставим соответственно наш дальше движение ну давайте к н я лучше голубой подключу как положено к л я подключу l в общем как как полагается подключим так раз провод от выключателя и два провода выключателя к н включается к н нулевое напоминаю кроме вывода диода ничего не подключается к н еще вывод диода к тот диод не забудьте подключить очень видно все все так я не буду упаковывать вот так опять отвалилась сожалению сожалению винты крепежные клеммы тут очень маленькие поэтому тщательно тщательно крепите потому что они очень маленькие бывает часто вываливается провод а вот сейчас ставим вроде вот нормально он зажал вот сюда провод давайте я не буду ставить подрозетник так вот и вкручиваем нашу лампочку и параллельной лампочки ставим конденсатор давайте я поставлю конденсатор 2,2 микрофарад вот не полярный вот так все подключение сделано сейчас подключим нашу лампочку так сразу она загорелась подсвечивает в этом случае придется увеличить емкость конденсатора потому что она светится видите выключить состояние так то работает но сейчас сейчас он вот выключится но подсвечивает лампу светится то есть емкости 220 микрофарад а не хватает придется соответственно ставить другую так давайте посмотрим как увеличим так для начала я сниму конденсатор конденсатор желательно всегда разряжать ну тут конечно лампа разряжает конденсатор поставлю попробую сейчас я поемче 4,7 микрофарада вот светится он потому что у нас есть остаточное напряжение который у нас соответственно зажигает лампочку вот уже уже видите уже не светит уже уже не светит 4,7 микрофарад поставка конденсатора уже не светит лампочка у нас не светится тачка уже не работает так сейчас пройдет некоторое время то есть емкость 470 микрофарад работает ведь не светится все нормально вот четко работает посмотрим мерцает он не мерцает на камеру нет не мерцает нормально то то есть это схемы четкая работа приемности 4,7 микрофарад четко работает то есть это можно схему тоже смело экспериментирую экспериментирую ну давайте постараюсь я сейчас найти конденсатор 3,3 микрофарада вот он не будет будет ли работаю над от него чтобы меньше емкость так сейчас я разрежу выключил свет вот 3,3 микрофарад поставлю будет ли она светиться сейчас при нем вот так давайте посмотрим нет при такой емкости как видите немного светится то есть 4,7 микрофарада должен быть в качестве параллельных должен подключен к этой лампочке поскольку напряжение запускает эту лампочку остаточное то есть минимальное напряжение c1 параллельно к лампочке 4,7 микрофарад как видите то есть совместимо но с большим конденсатором в общем все все понятно ну теперь сейчас последний тест от одной полуволны демонтируем наш датчик движения так и ставим соответственно вот у меня тут диод стоит не буду уж к лампочке к лампочке так и убираем на инвестор нет 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 все сейчас посмотрим так визор визуальное мерцание я не вижу лампа не мерцает абсолютно то есть эта лампа пригодна для любой вида схем специализированного назначения которое я показываю на своем канале можете использовать любой специализированной схемы подключения единственное ограничение что если лампа светится придется увеличить емкость конденсатора там или резистор потому что эта лампа запускается достаточно напряжением как вы видели соответственно поэтому в общем короче говоря так ну общий итоги какие ну минусов я не могу сказать не нашел почти единство что немножко подсвечивает то что минимальное прижиме когда запускается она все таки довольно низкая основные остальные плюсы низкая цена малые габариты светим как 35 ватт на лампу накален это очень достаточно хорошо потому что аналогичные лампы светят максимум 25 ватт а тут это уже примены светодиоды с повышенной светоотдачей лампа очень мало греется потому что тут более высокоэффективные светодиоды стоят более высокое коэффициентное полезное действие меньше греется больше светит при одной и той же потребляемой мощности в общем лампу рекомендую брать в качестве подсветки это подойдет идеально ну и в принципе надежность я надеюсь что она будет высокой но это покажет время тем не менее что наконец-то сейчас стали ставить светодиоды которые действительно слабо греется слабее греется и кпд у них полтора раза выше чем светодиоды старого поколения то есть это уже очень большой плюс то есть в плане надежности такие светодиоды должны быть жить намного дольше чем сейчас которые выпускают другие производители в общем короче говоря у меня все всем всего доброго ссылку я приведу в описании пока спасибо 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 спасибо